Чё-то Рушан машину выгнал, отогнал. Мы только позавтракали. Идём здесь такие у меня просто. Я с утра голову помыла. В гости едем на часик в обед, когда жара будет стоять, что на улице не поработаешь. Куда я там поехал? Что и на улице не поработаешь, и что это? Говорим только после обеда. Приедем. Сейчас с утра можно ещё поговоряться, хотя уже такое солнце палит. Пойду в тенёк. Не знаю, чего он хочет. Чё ты хочешь? Сейчас, подожди, кто-то звонит. Идиотизм какой-то. Звонят, да? Алё, алё, молчат, наберут, бросают. Что за дурь какая-то? Так, чё ты хочешь, не пойму? Песок вот сюда высыпай. Зачем он здесь нужен посреди двора? Да не нужен он здесь вот эти кучи, блин, среди двора. Смотри, 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 смотри. Да я-то, может, увижу, а никто не увидит. Ой, ну пусть лазит. Для меня это не новость. Нет, Руш, не пойдёт. Мне здесь прямо перед окном, прям это не нужны вот эти твои кучи. Тоже мне придумал. Пилотик, ну ты что, отпускай его? Ну беги. Вон, всё, он побежал. Куда побежал? Сам не знаешь, куда хочешь. Ты сейчас знаешь, что, когда мы поедем туда, ты возьми канистру, чтобы как раз... А, взял? А то он всё забывает у нас взять канистру. И мы не можем ни у себя покосить, ни у мамы. Да и косить надо уже ехать, может, там где-то трава есть, может быть. Ну, тем более. Да здесь вообще ужас какой-то, что творится. Какие-то колоски. С косить и граблями собрать всё. Побежал, побежал, побежал. Вот эту вот сторону я уж придумала, как украсть. Я вчера весь вечер сидела там смотрела. Да, там можно есть варианты. Какой-нибудь выбрать тот, который нам подходит более такой попроще. Ладно, пойдём. Что тут печёт? Пошли, пилот. Пойдём. Да сюда высыпай, Руж. Ну, вот, вот, у тебя место вот лысое. Ну, или вон туда. Да лучше вот у тебя ближе здесь место. Там хоть трава уже зарастает. А здесь вот... Здесь тоже? Да не. Если я Марта вас вывожу на эту сторону. Ну, смотри сам, как хочешь. Ладно. Пилотик, пошли сюда. Пойдём, пойдём, зайчик. Давай. Ой, ты мой молодец. Умничка, умничка. Молодец ты наш, умничка. Прям. Вчера легла спать в 2 часа ночи. Пока готовила икру кабачковую, потом банки мыла, периодически бегала. Вот столько банок вчера поперемыла. И вон ещё сколько осталось их перемыть. Вот так вот сохнут. Хотели мёд в них отправить? Мы, потому что будем мёд отправлять, да, на Москву? Да. И это потом. Ну, это потом будет. Это в конце июля, наверное, да? Ну, сейчас подсолнух отцветёт. Что они наберут там. Все отправим. Да, подсолнух будем отправлять. Вот. А там уже сестра поможет продать. Она у нас мастерна в этом деле, да? Можно где-то найти. Да, что-то продать. Что-то где-то продать. Она у нас мастер. Гусыня до сих пор у нас сидит, представляете? Она подсидела. Сегодня опять с утра, блин, сидела, яйца подсидела. Ну, блин, убирать как-то их жалко. Ой, не знаю. Матя девушка нанесёт там их 100 штук, но она потом будет сидеть им всё лето. Если она нормальная гусыня, она будет сидеть до последнего, пока не выйдет. Она будет чувствовать, допустим, что там в яйце есть что-то. И она сидит и ждёт, пока он будет выпиваться. А зачем она столько потом гусей? Густят. Продавать будем? Не, гуся-то продать. Вариант. Но. Есть одно но. Их в это время уже не особо будут брать. Получается, если сейчас они выведут, это будет июнь. А, смотри, это. Но. А их берут в начале лета. Ну да, в принципе. Ну пусть растут в зиму. У нас же они хорошо перезимовали, правильно? Не, они как оперились, они зиму не боятся. Да. Успеют опериться. Успеют опериться. Кого? Представляете, здесь будут у тебя 30-40 штук. Да не будет их столько здесь, ты чё? Ну ничего, каждое утро мы вот, я спать вечером ложусь, утки соседские кричат. И ночью, ну вспомни, вчера 2 часа ночи. Ну утки, да. Они галдят и галдят и галдят и галдят соседские. Ну ничего, все мы, у всех кто-то да галдит. Пусть галдят. Ну скорее всего их зиму... Перенесём туда, вон туда дальше. Да посмотрим, посмотрим, что с ними делать. И это, я говорю, кстати, это надо по поводу марта съездить и... За счет прививок и все подобное. Да. Что-то вчера хотели и все, теперь, короче, это выходные впереди. Ага, так что, вот так вот пока у нас все. Ну ладно, пойдем мы. Сейчас должны привезти песок. Угу. Угу. Уже выехал. Он выехал уже? Да, он сказал, что дружеской приезжаем. А, смотрите, как красиво. Здесь мы не будем, оказывается, вот это вот дрова, все это держать. Я все это унесу. Сегодня мы все сейчас переберем и уберем. Смотрите, как стенка получилась. Прям красота, мне нравится. Потом, Рошан, будет вот эту штукатурить стену. А вот эту не будешь штукатурить? Вот так я все сделаю. А, и все? Закончено, да. А, ну давай. Вот это вообще идеально. Красиво. Прям, знаете, прям такой чистенький, ровненький получился домик уже. У него совсем другой вид, да? Да. Угу. Конечно, сейчас вот этот вот весь мусор этот разберется. А еще что, бумагу бросил. Кого? Обои какие-то. Это от этого. Я вчера поднимал бы ночью. Плинтус на чердак. А, плинтус поднимал на чердак? А? На чердак? Да, плинтус. Угу. Это обои. Что тогда, пока он едет, это, поработаем? Ага. Пока у нас время есть. Вот это все поубираем сейчас. Кто, пилотик? Ну да. Бежит, да. Кошка где-то. Ой, такой важный бежит. Сам боится в тот же момент. Ой, деловой, деловой. Сейчас покажу, что вчера Рушан здесь сделал. Я пока окно не мою. Тут, потому что, видите, он еще делает какие-то деревяшки. Вот прибил. Для ровности там чего-то там выравнивает. Что толк? Вот здесь вот он вчера. Я не знаю, видно, нет? Но вот так вот, короче, он штукатурил эту сторону. Э, пилот. Ладненько? Пойду туда переодеваться и за работу. Надо еще мне побрызгать волосы, чтобы они у меня не выгорали. Солнце такое. Вот такой я сывороткой пользуюсь. Это я недавно ходила в салон. И... Так, его выбросил. Сейчас вам покажу. И вот там прям в салоне я купила вот эту вот сыворотку. Сыворотка уход для окрашенных волос. Но она еще идет как защита от солнца. Ну и все такое. Так, я не помню, сколько сыворотка стоит. Что-то рублей 600. Сыворотка стоит. И такой же фирмы. Там есть у нас профессиональный магазин. Вот куда я хожу. В салон. Ну вот волосы постригать, там прическу делать. Мы ездили на свадьбу. Там, получается, это на первом этаже салон красоты. На втором этаже идет профессиональный магазин. Вот это вот. Этой вот фирмы. Вот это получается. Окислительная эмульсия. 6-ти процентная. Есть меньше. 130 рублей. По-моему, поменьше. 3-х процентная она идет подешевле. И вот такая вот идет краска. По 300 рублей. Я беру вот эту краску. И, получается, перемешиваю. Здесь у меня 150 грамм, насколько я помню уже. А, нет. Наоборот. Здесь 150 грамм. Здесь 100 грамм. И я делаю 50 на 50. Получается, у меня здесь 50 грамм еще осталось. Здесь уже все пусто. Это я просто оставила. Мне этот цвет нравится. Так. Карамельный. Карамель взяла. И он такой прям, знаете, отливает. Мне нравится. Так что вот такой вот я краской пользуюсь. И сывороткой. Здесь вот у меня еще масло есть для волос. Но масло мне это не очень нравится. Это не реклама. Когда какой-то ты рекламируешь, всегда есть ссылочка. Это я просто показываю, чем я пользуюсь, защищая волос от солнечных лучей. Все. Просто с мокрой головой, с влажной, не хочется выходить на улицу. Ну, приехала кучка. Подорожало. 1200. Но здесь, получается, тонна идет, не куб. Ковш тракторный, видимо, один. 1200. Ну, песок такой хороший. Он с желтой глиной. И на штукатурку пойдет, и на накладку нормальный. Так, я решил, что дрова переедут вот сюда. Получается, доски я все шпалы сложил. И дрова пойдут вот сюда. Они как раз, получается, здесь малая закрытая. Они в любом случае там под дождем. Что такое? Он вот сюда вот зашел. Ну, вытащить его надо. Вытаскивать? Да, да, да. А мы его не помогли. Ну, ты аккуратно вытаскивай. Диана хочет, чтобы он, короче, вот по этой доске вился. И пустить. Ну, красиво будет тоже это. Он еще до конца лета еще стак вымахает. Вот здесь тоже выпустить его, чтобы он сюда шел. А? А, все, поняла. Это ты квасом поливал, да? Подкислил, да. И хлеб оставил. Вообще-то это грех. Не, уже нет. Он уже давно не хлеб превратился. Надо куром хотя бы бросить. Нет, нельзя такое на всякий случай. Так? Лучше ты с той стороны пускай. Давай я тебе буду помогать с этой стороны тянуть. Не надо. Ты видишь, как оно может поматься. Нет, оно видишь. Узи, конечно. Она так сплетается. Я сейчас где-то покажу. Где-то я видел. Прямо по ветке. Нет, оно рвется будет. Рвется будет. А, вот, смотрите. Прямо как этот. Руслан, как где-то. Не надо начинать ломаться. Потом будешь показывать. Все, вот, спокойно, вытащила и все. Это мелочь, ерунда. Да нет, если сломается, то почему бежишь? Вот здесь вот так подвязывай, вот за эту часть. Держи, чтоб не упала. А все подвязывай, ты она сама не будет закреплять? Нет. Вот здесь ты подвяжи, чтобы она не падала. Вот прям вот к этой палке. Привяжи и все. Дальше она пойдет уже сама. Вот сюда. Надо там не передавить его. Не, не передавишь. Все. А дальше вот уже постепенно, как она начнет свисать, будешь подвязывать потихоньку. Какого фига ты на мусоре? Под куром, да? Бил, ты все так схрепишь. Помни, как у нас кто-то воспитывали нас. Ну я понимаю, да. Ну я вычислил. Увидишь, как лепешки валяются, ты должен наклониться, поднять и положить куда-то повыше. Ну да, чтоб не наступить. Магадюр где-то что-то там. К нам пришла посылка с интернет-магазина Тики Тейст. Сейчас сделаем с вами быстренько обзор. Здесь я заказала тюль под лен. Вот такой тюль. Не светлый я смотрю. Хочу открыть, посмотреть. Потому что я тюль очень делаю. Сейчас мы с вами просто так он лежит, мне кажется, он темный. Сейчас гляну быстренько. Что-то тут как-то видно на картиночке интерпостепления, потому что, наверное, напротив окна висит, потому что напротив света. Ох, как хорошо все упаковано. Ну, в принципе. Не, свет нормальный. Тебя видно. Просвечивает даже. Подойдет ли он нам в такой цвет? Я не хотела белый. Ну, не хотела и все белый. Ну, повесишь, посмотришь. Мне кажется, подойдет. Хотя бы не то, что с желтой такой какой-то. Так, этот цвет шампанского что ли? Ой, ой, ой. Марта. А, это бежевый. Бежевый, но какой-то странный бежевый. Ну, короче, это надо будет повесить и уже посмотреть. По месту будем смотреть. Да. Блин, классный. Я сейчас скажу, что это за качество. Это тюль под лен. Вуаль под лен. Двести девяносто на двести шестьдесят. Кстати, там разные тюль, разные шторы есть у них на сайте, в их интернет-магазине. Так что, кому интересно, можете зайти и посмотреть. Я, кстати, у них уже шторы заказывала, но еще не повесила. Потому что мне на данный момент пока нравится этот тюль. Это когда мы здесь спали, мы закрывали окна. Ну да, сейчас здесь. Шторами, чтобы не просечилось ничего. А сейчас мы здесь не спим. И поэтому... Тюль нормально смотрится. Это был вам покороче, конечно. Мне приходится на подоконник его поднимать. Ну ладно. Я так суть. О, и мешок здесь есть. Заказала себе платье. О, у нас Марта кричит. Сейчас быстренько. Примерим. Животные превыше всего немножко прервались по пою Марту. У нас здесь, видите, травы нет. Травы нету. Рушан, может быть ее переставить вон туда? Там и тень есть. Кстати, обрызг... Ой, аккуратней. Чуть рогом глаз тебе не выбило. Смотри, аккуратней. Аккуратней. И это... Мы и где они стоят, там все обработали от мух. Но все равно, видите, липнут мухи. Надо вот еще попробовать обработать. Да, это хватает на один, на два, Максима. Ага. Ну все, и так сейчас ведер десять. Ну что такое, Марточка? Что, травы нету, девочка? А, блин, сейчас, сейчас. Жарко, жарко. Сегодня. И вот такой лебешок. Ой, смотри. Блестящий. На твою осенную талию. Вот так вот. Здесь есть девочка. На мне 46 размер. Здесь вот так вот замятывается. Вот так. Здесь получается один угол. О, обожаю эти платья. Я раньше танцами занималась. Прямо у меня вот таких вот платьев. Ой-ой-ой. И черное, и голубое. Ну черных у меня основном много. Хорошо. Помахать, да? Есть чем теперь. Да. Ну поехали дальше. Так. Дальше футболка. Такая же футболочка, что только что она мне была. Кстати, тоже стики теста. Мне она очень понравилась. Я решила заказать такую же, только немножко. Оп, он такой же. Только она в полосочку. Вот такая футболочка. С удлиненными, с высокими верней, штанами. Угу. Угу. Футболка укороченная. Да, она укороченная такая и широкая. И когда удлиненные штаны одеваешь, и никакой пухни не видно. Ничего, это нормально. Так, далее здесь я заказала толстовку себе. Но она мне очень понравилась. Я вот хочу посмотреть, что за полосочка там стоит такой еще костюмный спортивный. Готовься, Аня, или это называется? Да, потому что просто понравилась. В принципе, поэтому я и все. Слушай, она длинная, да? Да, но она такая... Прикольная. Она носочка, как туника. Ага. Ты ее там с осинами, с колготами одел. Блин, она классная. Какая интересная. Я хоть черный цвет не очень люблю, но она мне почему-то понравилась. Нет, классно. Покажи с той стороны. Да? Кармашка ли она вся такая? Нет, я имею в виду изнутри. А, внутри. С той стороны говорю. Нет, нет у нее такой. Ну да, не совсем как бы для нас это, для нашего климата самота. Да. Да, хороший. Капюшон большой, смотрю. Угу. Я сейчас примерю. Прям размер в размер взяла. Это мой размер. Тютелька в тютельку. Да, сорок шестой. Отлично. Вот так смотрится эта туника. Очень удобная. Залют класса. Костюм. Сорок четвертый. Мой. Молочный. Молочный. Ну, молочный, так молочный. Вот такой костюмчик. Это идут брючки спортивные. А что, я взяла сорок четвертый, что ли? Ну да, что-то я взяла сорок четвертый. Опять кому-то взяла, а не себе. Маловато было, да, наверно? Так, сорок четвертые штанишки и сорок четвертая футболочка. Ну и вот такая вот просто футболочка. Матонная. Ух, классно такое-то. Цвет приятный. Цвет приятный. Молочный, да. Сейчас померю. Ну, нормально. Сорок четвертый, надо было сорок шестой сетки брать. Ну, футболка, да, только коротковато. Получает, мне кажется, она длиннейшая должна быть немножко. Да, футболка должна быть подлиннейшая. Ну, ничего. Мам, если у нашей семьи он не приживется, приживется в другой. У нас хорошая, у нас есть кому отдать. Как говорится, все размеры есть. Это майка для Рушана. О! Красивая? Отличная, да. Цвет мне нравится в этот, надписи. Пятьдесятый размер. Я думала, она тебе будет как раз. Нормальный будет. Сейчас ты это как раз померишь. Здесь что? О, вот эту футболку я заказывала на второй раз. У нее такую футболку, помнишь, мы отдали Альгуле там? Ага. Да, да. Мы брали пятидесятый, и она тебе была большая. Я как раз взяла сорок восьмой. Померим. Она тебе очень круто, она тебе так идет. Цвет еще голубой такой красивый. И здесь, так, давайте я покажу по мелочи. По мелочи, по мелочи. А, здесь я еще заказала топ черный. Я его заказывала для того, чтобы, ну, куда-нибудь под рубашку там. Ой, какой маленький я. Мерить я его не буду. Хотя, ну, что бы, не померить. Нет, не будешь мерить. Ну, все равно же я где-то буду на него ходить. Ну, мерить сейчас, сейчас мерить не будешь. Давай дальше. Ну, вот такой вот топ. И гольфы взяла. Гольфы себе взяла. Гольфы можешь померить. А? Гольфы можешь померить. Да, они, кстати, классные. Я, наверное, таких набрала. Гольф. Все. Здесь ничего нет. И здесь остался костюм. Вот такой костюм, кстати, он тоже 44-й, но не 46-й. Ой, ну, нет, нормально. Нормально было, да. Вот такой костюм. Будешь, как плюшевый мишка. Плюшевый мишка будет. И вот такая вот футболочка. Все, давай, сейчас ты футболку померишь, я костюм померю. Ну, плюшевый мишка я сел вообще четко. Да. Классно. И 44-й размер, вот видите, мне подошел. Материал, да? Кстати, на камеру немного другой цвет передается. По-другому? Да. Да, совсем по-другому. Да, поближе, поближе. Он как будто это, красный. Нет, он розовый. Яркий такой розовый. На камеру как будто красный. Да. Резиночка хорошо прошита, кармашки есть у шортиков. Отлично. Посадка такая средняя, хорошая. Резинка широкая. Да. Куда будем ходить, я не знаю, так как он теплый. Дома. Кстати, вот даже сегодня погода такая была, после дождя. Да? Прохладно было утром. Можно было одевать. Ну, там можно дома одевать. Рушан, майка очень понравилась. Вообще, села как будто это, по мне прям шили и... Хотя про майки, наверное, так не говорят. В принципе, они все майки садятся. Да, хорошая мальчик, можно тебе еще заказать такие. Вот это твой размер, вот это... Но плечи не мои. Ну, зато она, видишь, и ростовка твоя, да. Длина моя, плечи не мои. А, вот смотри, мы 50-й брали, ты в нем вообще как в платье. Ну да, ростовка длинная получилась. И она тебе и широкая была, и длинная. Почему не твои плечи? Ну где, вот, видишь, где моя плечо заканчивается. Ну и зачем тебе вот здесь вот нужен этот шов? Нет, мне кажется, это твои плечи. Вот они. На месте. Или плечи-то мои. Плечи твои, да. Ну поверни задом. Все нормально? Хорошо, конечно. Не сковывай, все хорошо. Угу, только это выпрямись. А то вот здесь как-то как будто собирается, что ли. Нет. Это что, руки у меня вот такие судьбы должны быть? Ну нет, рожь. Не обязательно. Надо вставить. Все, это был интернет-магазин Tiki Tech, ссылочки. Все будут в описании к видео. Заходите, смотрите. И детские вещи, и постельное белье, и полотенце, и одеяло, и подушки, и для взрослых вещи, для женщин и мужчин. Да. И, кстати, вещи очень у них качественные, интересные такие. И модельки такие красивые, современные. Вот скажите же красивые модели. Магазины, вот именно наши производители, очень актуальны, учитывая то, что магазины сейчас все закрыты. Можно сказать, ничего не купишь, поставок нету. Да. Угу. Здесь качественные, отличные вещи. Так что пользуйтесь, посмотрите, как все прошито, как все аккуратненько сделано. Красота. Мне нравится. Пусть деньги остаются в нашей стране. Мне нравится эта подволка. Идет тебе. Красавчик. Молодец. Супер. Все. Все ссылочки в описании к видео. А этот костюм, вот этот костюм, я скорее всего его Лере отдам. Лера померит. Посмотрим. Нам уже привезли песок. Сейчас пойду, мне надо набрать травы. Жара стоит. Травы надо всем набрать. Люцерны. Вон сколько люцерн. Всем хватит. Нужно давать понемногу. Понемногу, потому что они, я здесь сразу же говорила, они не съедают, затаптывают, а потом жалко. Лучше попозже дать еще, чем они затоптят ее и бросят. Сейчас всех накормим. И сейчас, наверное, я выпущу индюшат попастись. Пасуса, потому что я так смотрю, я им даю траву. Они ее шибко не едят. Тоже чуть поклюют, бросят и все. И она валяется у нас. Они ее затаптывают и орут. Лучше их выгуливать. Я их часто пасу. Да и гуся тоже пасу. Часто. Сегодня поедем с пацанами гулять. И, надеюсь, это мы заснимем. Как что мы гуляем. Они у нас также не сидят на одном месте в клетке. Не всегда показываем. Не всегда получается. Ну, я на телефон же снимаю в основном. И бывает такое, что у меня просто садится батарейка. Не успеваю зарядить. И оставляю телефон дома. И мы едем дальше, занимаемся своими делами. Ладно, все, это хватит. Пойдемте, наверное, сперва. Так как я сейчас хлеб дала курам. Пойдемте сперва покормим хрюшу. Так, что с ним? Такой смешной. Травинка запуталась, да? Наверное, вам не видно. Все, уже выброшу. Крышка там, наверное, спит наша. Хрюнья. Ах ты, морда грязная. Ах ты, Хрюша, Хрюшка. Сейчас, подожди. Ой, Хрюша. Держи. На, кашу, почему не доедаешь? Посмотрите, каш сколько. А? Мы варим тебе. Стараемся. Лето, солнце, жара. А ты? Коза, не доедаешь, да? Все. Приятного аппетита, морфушечка, душечка наша. Держи. На, еще тебе ешь на здоровье. Витаминки тебе нужны. Они всем нужны. Так что кушай. Уборка территории. Как бы ты не затоптал этот. Надо быть, можешь его выкопать. А куда ему тень нужна? А там, смотри. Ты думаешь, он в тени стоит? Больше части. Он на солнце стоит. Здесь у нас голубика посажена. Сидит видолажка. Вот здесь вот ей как раз место было бы. Ну ладно. Вот я здесь. Помидорки краснеют. Тележка упала. Ага. Я вчера здесь досеяла огурчики. Смотрите, как виноград уже поднялся. Красота какая на огороде, а? Помидорки, смотрите. Ох, что-то я чешусь. Руки чешутся, краснеют. Красавчики. Смотрите, какие огромные, гигантские помидоры будут. Смотрите. Ох, были бы они такие прям мясистые-мясистые. Посмотрите, там вот краснеют. Там дальше краснеют. Сейчас, сейчас. Сейчас я вас выпущу. Подождите. Сейчас я всех накормлю быстренько. И выпущу вас. Так, следующие у нас пойдут куры. Потом Борька с Мартой. И так далее. Гуси. Ну вот так вот всем понемножку даю. Чтоб всем хватило. Ну, расходились здесь и разлетались, да? Ну чё? Сколько? Сколько уже там навозил? Ооо. 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 На самом видном месте. Отстаньте на этих дровах. Но безпорядки наводить. Да. У нас с крыши дослазил. С крыши дослазил. В трус я видела и все дрова полетели. Да. Ооо. А я здесь занимаюсь цветами. обработала две петунки и пересадила вот сюда. Получается, я вот оттуда, вон там вдоль теплицы клумба. Вот один кустик вот этой петуньи пересадила сюда. Не знаю, пойдет, не пойдет. Она какая-то высокая. Падает. Но это я все готовлю туда, к дому, к летнему домику. А сейчас позвонила тетере, говорю, у нее же полно петуньи в горшках же. Она говорит, нет, на солнце у меня не горит ничего. Но вон та тоже нормально. Стоит же вроде на солнце тоже. Видишь, ее же не притеняет. Нет, ее не притеняет. Может, если высоко ставишь, потому что, видишь, те высоко тоже поставили, они тоже у нас, видишь, ромашки эти. Все. Загнулись. Что хочешь? Убрать? Ну, то сюда неси мне, я их тоже обработаю от травы, потому что я не могу туда подойти, там пчелы твои. Ты бы видел, как я вчера поливала, но они вчера уже к вечеру спать легли. Залетели, но все же где-то там летали еще. Это я вчера поливала, он влажный. Вот такой вот перчик. Здесь будут тоже перчинки. Это просто для красоты такой декоративный перец. Красивый здесь три кустика. Смотрите, как разросся. Уже хорошенький. А, кстати, я обрабатывала я перец. Видно, какой обработанный, а какой нет. Убери его, пожалуйста. Тут перчатка. Убирай его. Тихо, подержи. Я боюсь он выйдет, может с цветком вырваться. Блин. Офигеть, да? Вот видишь, здесь сухари надо убирать. Сейчас я их обработаю здесь порядок на виду. Подрыхлю, может быть, пойдет обратно. Надо вот этот весь сухостой убрать. Он не убирается почти. А вот этот хорошенький, смотри, да? Листики такие все хорошие. Прям как хорошенький. Кстати, а вот эти, они, видите, все равно, где вот у меня, они как облезли, облезли, короче. Кашпо. Все равно дождь. Брызги эти. Так, ладно, сейчас буду с этими что-нибудь придумывать, чтобы они начали все же обратно цвести. Высоко, наверное, скорее всего, стоят, поэтому, может, не знаю я. Актриса. Ну вот, костюм. Подними немножко футболочку. Покажи, как до резинки. Вот, он ей идеально. Лера, ты носишь 44-й уже. Хорошо, ей все. Теперь это, это получается футболка оверсайз. Она так и носится. Рукавчик вот этот идет спущен. Здесь это не значит, что ей большая футболка. Нет, она так и идет. И вот эта вот футболочка тоже, тебе хорошо с шортиками? Захожу и смотрю, думаю, блин, компот, а этот. Я говорю, а я воду пью, блин, а потом вспомнил, чтобы этого года компот. Игушки. Я сварюсь сегодня компот. Чуть попозже, Руш. Ты же знаешь, я вот такие больше люблю. Ну да, ну что поделаешь. Все, вот эту картошку на выброс. Вот, посадим? Руш, нет. Итог, я иду за тобой. Ага. Сейчас это открою. Вот, теперь аккуратно буду в кастрюле есть. Давай, иди. Аккуратно. Все, та картошка пойдет вариться куром, свиньем. Я хочу те банки здесь сейчас я приберусь. Банки, которые трехлитровые я помыла вчера. Я хочу их сюда составить. Потому что больше некуда ставить. Рушан меня больше не подпускает к себе в сарай. Я здесь навела порядок. Это вот это, что нужно будет в первую очередь доесть. Вот эти помидоры нужно будет свинье скормить. Потому что они здесь помидоры из слива. Мы такой не едим. Это не наше. Нам не понравилось. Несколько баночек закручивала. Нет. Но, про то, что я говорила большие банки когда закручиваешь вот что у нас получается итог. Тут несчастные два помидора и никто не может доесть. Рушан будешь да я не хочу сейчас. Но вот сейчас не хочет. Через неделю захочет а они уже все полезет открывать естественно что-то свеженькое. Вот здесь посмотрите целая куча. Я сейчас все перебрала потому что у меня было и здесь и там все заставлено. Я перебрала. Сюда я поставила ну вот эти конечно серебаночки не уберутся. С этого года уже компотики свежие. Это вчера я делала эту икру. И здесь у нас вот они наши корнишончиков. Вот это все корнишоны. Ну и там вот эти огурцы с нашей грядки. Вот такие огурчики. мы любим корнишончики. Ну я посеяла я не знаю посмотрю. Конечно у меня как я люблю села сразу банок 20-30 бахнула закрутила и забыла. Такого у меня не получится в этом году потому что я хочу ну не хочу в этом году покупать неизвестно как они выращивались чем опрыскивались я не хочу этого. Со своей грядки постараюсь маленькие собирать по 1-2 банки закручивать ну чего поделаешь ладно буду так но я так очень сильно не люблю потому что времени мне кажется больше тратится ну ничего придется о дошел куда шампура засунуть так что у нас полно если бы еще было меньше ну и мало либо не было я бы может быть еще корнишоны взяла но так как у нас еще всего полно потому что в том году кто помнит я сидела до 2 до утра крутила огурцы помидоры помидоры у нас все ушли там только одна баночка осталась ассорти а так все вот у нас еще есть заправочка потом варенье там есть груша у нас одна осталась сок томатный один остался это жир 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 ну и все и вот большая вот такие большие банки я крутить не буду большие да поняли вот такие вот она у нас одна вот она осталась вот это вот я больше не буду закручивать такие большие банки вот 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 такая баночка я говорю и то и то вот иногда она не доедается но потом я ее в салаты здесь вот у меня банки 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 Заканчивается сюда компот пойдет Ну тут для компота маленькая Там я купила еще 6 штук Вот компот пойдет И так компот пойдет Ну и все, считайте у меня нету на компоты больше банок Все, начинаю полку Наполнять вот эту Компотами, компотами В этом году хочу прям по максимуму компотов сделать Побольше компотов Сделать Потому что нам компотов не хватило Все, буду прибираться Наводить порядки Уже одно одеяло, которое накрывала я Икру вчерашнюю, я ее вынесла На улице проветривается Выхлопала Сейчас буду здесь наводить порядок и буду сюда перетаскивать банки Ну вот как вот банки О, у меня же здесь еще банки Кстати, вот эти банки, я уже помню в том году говорила Вот она у меня еще банка есть Смотрю, для компотов пойдет Хотя маловато, но пойдет Вот эти банки я в том году покупала Видите, кругляши Блин, качество здесь, если честно, плохое Сейчас и попробую Вспышечку сделать О, когда вспышка, так страшно И видно, где кто еще летает Вот такая банка Она, видите, круглая Они, эти банки Очень неудобные Очень неудобные Так что Она Такие банки очень много занимают места Вот они, хорошо Видите Они такие квадратные И они места мало занимают Они прям впритык друг к другу А когда кругленькие У них, видите, и здесь, и здесь Но это еще более-менее Я говорю, а вот эти вот кругляши Это просто ужас Ну ничего Следующий мед у нас пойдет Который мы Это мед Мы так закрыли А следующий мед Который мы будем качать Он уже у нас пойдет В пятилитровую баклажку И поедет Далеко-далеко В Москву У нас уже есть заказ Так что Вот такие вот Дела-дела Ладно У нас такая жара стоит Мы сейчас уже скоро уезжаем Где-то через час Сейчас мне надо будут банки Быстренько перекидать Рушан Почти там освободил Смотрите Как Уже Там отштукатурит Как раз мы сегодня там На обратном пути Заедем в Паловскую И возьмем Цмент Что делаешь? Ой, держи-держи-держи Что, решил поменять их? Мамку обратно туда К малышам пустил? Да Ой, без мамки остались Нормально все? Все живы-здоровы? Жара такая стоит Ох, жарища Мы только что Разнимали индюков, да? Да, они все Начинают свои игры Как дава нашу орала криками Видишь, они за ней бегают Рушан Они пытаются ее сосать А она от них убегает Ну, лишь бы она им вред не причинила И они за ней бегают там Слышишь, они ее обнюхивают Может быть, не надо было ее туда? Нет Они прям по пятам Она прям неспокойная Ладно, посмотрим Ого, сколько дров ты перетаскал Капец Капец, как ты дурак столько напылил Да не говори Возик-возик Надо все заканчивать Да не заканчивается Там чуть-чуть осталось Я вот думаю, как мне банки теперь перетаскивать По две банки таскать В кладовку составить Ну, буду как-то запихивать А что делать? Там анкетированы сразу маленькие просто Маленькие я ставлю Я не буду маленькие трогать А, надо? Что надо? Опять берут Да Ну, а в смысле? Он ее схватает Он ее гоняет Мне кажется, они просто перегрелись Перегрелись? У них опять кормушка эта растыпалась Она уже не знает, куда спрятаться от него Он ее гоняет Она аж криками орет от него Он клювом цепляется за нее Вот здесь вот, где шейка И она кричит А он ее держит Так это, я сейчас, он цепился Я ему вот так клюху разжимал Чтобы отцепил он ее Кошмар Перегрелся Солнечный удар получит У нас интересно, помидоры быстрее созрели На улице, в открытом грунте Чем в теплице Ох, жара везде стоит Ох, солнце Солнце везде Мало где тенек Просто видишь, как получилось Весна была поздняя Ну да И в теплице позднее посадили А тут получается сейчас В открытом грунте И температура Она в принципе Более благоприятна Чем в теплице Молчать Чего встал Молчать Я не твои банки беру Это мои банки Ой, какое горлышко узкое Буду по две банки таскать Получается Вот эта банка не моя По-моему Не моя Не помню Или здесь все мои банки Вот это не моя банка Это точно Это точно не моя банка Это нам отдавали Помните Для поросят И сказали Если хотите Заберите трехлитровые А маленькие Говорят Мне обратно Привезите Тоже не моя Двушка Трехлитровые Все поперетаскану Буду вот так таскать Поставила стирку Полотенчики Собрала Которые вот между сковородками Допустим сковородку ставлю Одну на одну И между ними У меня полотенчики Вот решила обновить Стираются Поставила я там Этот Варить компот И хочу Смотрю Куры ходят Гуляют Жара Стоит Все Время у нас Обед Мы уже пообедали Вот А куры все гуляют Я им сегодня Кинула Вчера Готовила кабачковую икру И вот Что счищала Вот морковь Там Кабачки Морковь еще там У них осталась Я не знаю Видно нет Вон она валяется Кабачки все съели Все Слопали Одела Первый раз Одела Платье Вот такое Кто помнит С интернет-магазина Тики-Текст Все Мы выдвинулись Мы поехали Включимся Уже Дома Только шарова да Зарвалась Не вне Бухкейки Там Бухкейки Разрываются Не могли Крышку Звязать Голубую Хотя бы Есть разница Я скажу Да Иран вкуснее В смысле Есть разница Что там Что здесь Брушан Сто процентное Вода Водой Смело С каким-то Вода И курт Один Все Один Курт Разбавились С водой Все А бухкейки Три Разбавлялись Все Мы Домой Мы Уже На Отдыхались Наболтались Все Домой На Отдыхались Наболтались Там Нам Похмелились Ну Это Опять же Не все Поймут Кто Средней Азии Он Как поймет Что Такой Тан После Этих Вкусных Посиделок Всегда Там Хочется Попить Ну да Рошан Нашел Мога Зан Лопает 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 А я Ни разу Еще Не попробовала Тут Дорога Я Не хочу Есть Надо Мыть Ее Возьму Помою Роша Я Не хочу Нет 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 Витамины У меня Полный огород Витаминов Ой Знаете Полно Дамы У нас Малины Знаете Сколько Так вот Над головой У тебя Где я Собрал Вот Вот Снутри Роша Куда я Тебе Не 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 А куда Я Тебе Сейчас Дену Ну я Говорю Дам Эти Баночки Дам Все Спасибо Роша Смотри Какая Грязная Роша Посмотри Какая Грязная Зараза Зараза Ты Моя На Ешь А Единственное Я тебя за рулем Гулять Буду Как Нибудь Вон Там Положи Иди Мама Даст Тебе Баночку Тогда Раз Ты Решился Поесть Вишенки Надо Квою Это Съездить Набрать У нас Званы Муравей Везде Везде Вот Мама Сколько Цветов Цветочки Это Первый год На Второй год Еще Больше Будет Мама Видишь Здесь Все Тень Стоит Дома Дома У нас Все По-другому У нас Нет У нас Нет Такой Тени Конечно Да Здесь Хорошо У нас Такого Нет Маме Шоколад Купила Красивая Щедрая Душа Мама Говорит Что-то Себя Плохо Чувствует Давление Недавление Хотела Черный Мама Темный Не Хочет Ой А вот Еще Цветы Красивый Цвет Мне Нравится Я ее Как-то Уже Использовала Эти Вот Молока Только Вы тут Еще Клей Этикетка Не пугайтесь Она Войдет Немножко Ну Она Прошу Не выможа В себя Иди Дома Помогу Да я там Вкусненько В ванной Там она В ванной Уже Цветет Вода Вода Цветет Вообще Не успеваешь Мыть В ванную В ванную Пошел Что-ли Ну да А мы Вчера Уже Эти Помидорки Ели Которые Вы же По-моему Да Ваши Черри Уже Красный Красный Уже Красный Красный Черри Да у меня Тоже Сегодня Тоже Салатик Такие Крупные Которые Большие Только Две Штуки Они Белые Висят Но Уже Две Штучки Поели Они Прям Такие Помидорами Пахнут Дождаться Много Когда Помидор Я люблю Да Ну Хоть Висит Хоть Один Розовый Висят В теплице Да А у Нас В теплице Все Зеленые А в Открытом Тоже Маленькие Все Поехали Да Все Бери Бери Банночку Поехали Спасибо За что Спасибо За витаминчики Уехали А эти Это у нас В свободном Выгуле Смотрю Уже Ходят Там По Маленькому Нашему Огородику Перец Клюют Да Вот Здесь И Паситесь Тоже Сходились Деловые Смотрю Сколько Травы Вон Сколько Травы Что Вы По Всяким Заброшенным Вот Этим Стройкам Лазите Все У них Выгоняла Со Стройки Стройки Стройки